Всем привет! В этом видео мне хочется порассуждать о том, что дает вам развитость страны, а также развитая ли на самом деле Новая Зеландия. В блогах, влогах и форумах часто встречается мнение о том, что нужно ехать обязательно в развитую страну и что там делать в этой вашей Новой Зеландии. Вы ничего не добываете, промышленной мощности никакой, вы никто. Русские СМИ тоже стараются убедить вас в том, что Россия это единственная, самая мощная, самая большая в мире страна, в которой есть ресурсы, энергетика и многое-многое другое. Но давайте разберемся, что по факту дает вам производственная мощь страны. Как много производят в Швеции или Швейцарии, где люди живут тоже довольно хорошо, что добывается и производится в Бельгии и Нидерландах, где также уровень жизни очень высок. Моё мнение, дело не в мощностях. Дело в том, какие условия создаются для граждан в условиях конкретной этой страны. Сколько в итоге доходит до цели назначения, а сколько уходит налево. Вы можете хоть сто раз быть самой мощной в мире страной, но при этом, выходя из подъезда, перепрыгивать лужи, обступать мусор и не иметь комфортных условий для путешествий, для отдыха, для досуга и просто для нормальной комфортной жизни. Таким образом, я не думаю, что правильно измерять успешность страны, потому сколько у неё залежей ископаемых, каковы мощности, сколько у неё ядерного потенциала и по прочим непонятным вещам. Но давайте разберемся, является ли Новая Зеландия развитой страной. Международный валютный фонд считает нас таковой. Но моё личное мнение, что Новая Зеландия относится лишь к развивающейся стране, нежели уже развитой. Нет, конечно, здесь уже есть свобода слова, свобода вероисповедания, выбора партнёра и экономика страны не испытывала каких-то больших резких потрясений. А по многим рейтингам Новая Зеландия так вообще находится в топах самых развитых стран. Но пожив здесь, понимаешь, что Новой Зеландии ещё нужно очень и очень много, чтобы считаться действительно развитой страной. И только спустя какое-то время понимаешь это и осознаёшь. Да, после России и Украины, Новой Зеландия, пожалуй, выигрывает во многом. Но и здесь есть отличия. На нашей родине многие сервисы развиты лучше и быстрее за счёт конкуренции. Больше людей, больше конкуренции. В Новой Зеландии всё достаточно неторопливо и никто не спешит, все просто живут своей жизнью. А поэтому и некоторые сервисы развиваются довольно медленно. Если в других странах технологии и сервисы могут развиваться гораздо быстрее, то здесь на это могут уйти годы. Тому есть некоторые объяснения, но поговорю о них чуть позже. На данный момент мы имеем то, что интернет здесь помедленнее и подороже. Сервисы, например, установщиков, сантехников, я не знаю, каких-то ещё специалистов очень неторопливые, их нужно бронировать задолго вперёд. Айтишных воркшопов и каких-то разных мероприятий здесь гораздо меньше. Фестивалей для молодёжи тоже значительно меньше. И в целом молодёжь, кстати, жалуется на очень скучную ночную жизнь, которая в принципе есть, но недостаточно интересна. Модная одежда в меньшем ассортименте и цены на неё, честно говоря, не очень радуют. Архитектуры, искусства, выставок тоже гораздо меньше, чем, например, в Европе. И этот список можно продолжать ещё долго. И всё это плата за удалённость. Удалённость нашей маленькой Новой Зеландии от всего большого мира. Мало кому есть до нас дело, а потому и прогресс движется здесь несколько медленнее. Несколько медленнее. Но самое главное – движется. И это большое преимущество для предприимчивых и активных людей. Потому что многие ниши ещё не заняты. Очень много интересных проектов, которые внедрены уже по всему миру, не существует в Новой Зеландии вовсе. Я намеренно не скажу вам, какие конкретно ниши нужно занимать в Новой Зеландии. Не потому что мне жалко. Я, напротив, считаю, что чем больше здесь активных и интересных людей, тем лучше мы все здесь будем жить. Просто я не хочу лезть в сферы, в которых не очень хорошо разбираюсь. Я лишь хочу сказать о том, что в Новой Зеландии очень удобно вести бизнес. Если вы смогли добиться успеха здесь, то применить ваш проект в других более крупных странах, таких как Австралия, к примеру, для начала, будет уже не так сложно. Часто, кстати, я слышу историю о том, как молодые и успешные стартапы покупаются большими игроками рынка за очень хорошие деньги. В общем, кто-то ищет оправдания, а кто-то возможности. Где бы вы ни были, я считаю, что вы можете добиваться успеха. Просто не нужно ныть, а нужно больше делать. В России есть прекрасные возможности для развития во многих отраслях. Украина, Европа, Австралия, Новой Зеландия, Канада не имеет значения. Везде есть свои плюсы и свои минусы. Где-то успеха добиться чуть проще, где-то чуть сложнее. Это да. И я лишь хочу сказать, что в Новой Зеландии это делать довольно комфортно и приятно. Ну, по крайней мере, я говорю это по опыту себя и своей семьи. Спасибо, что смотрите мой канал. Спасибо за ваши пожелания и комментарии. Я всегда их приветствую. Я читаю практически все и почти всегда отвечаю. Пожалуйста, будьте созидательны. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok